Вывделе в тамошнем городском суде стартовал административный процесс над обитательницей печально известного ядовитого дома Марии Пшеничниковой, которой вменяется статья 6.9 КОАП «Употребление наркоты без назначения врача». Но процесс сразу же был прерван, потому что предоставленные в суд документы были распечатаны в настолько плохом качестве, что с ними не смогли ознакомиться ни судья, ни сама Мария. В процессе был объявлен перерыв, и судья дал возможность Марии подыскать себе адвоката и свидетелей, которые бы могли дать показания в ее пользу, ну, что типа она не наркоманка. По административной статье Марии грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей или же административный арест до 15 суток. Юрист из Екатеринбурга Юлия Федотова уже пообещала помочь Марии в этом деле. Кто-то далекий от темы ядовитого дома скажет, да подумаешь, судят какую-то наркоманку, это же даже не уголовный процесс, что об этом рассказывать по ящику. А между тем, у этой истории очень захватывающая детективная преамбула. Мы ее не единожды рассказывали, однако в связи с началом суда, позвольте взрыхлить фабулу в памяти. Глава семьи Пшеничниковых Алексей, будучи сиротой, получил от государства российского положенную ему квартиру. Вывдели в доме на Механошино-31. В сентябре прошлого года, через несколько дней после новоселья, всей семье Пшеничниковых, Алексею, Марии и их трехлетние малыхи внезапно поплохело. Всех троих на скорой госпитализировали и неожиданно экспертиза обнаружила в крови Пшеничниковых, в том числе и маленькой дочке, вещества, какие обычно обнаруживаются у наркоманов после употребления спайсов. И Пшеничниковых полиция обвинила в наркоманстве, что, мол, где они и дочку свою подчуют наркотой. Родители, за себя точно зная, что они не наркоманы, а при таких обвинениях у них могут и ребенка отобрать, забили тревогу. Обратились в СКР и в СМИ. Дескать, заплохело семье не от наркотиков, а от некоего яда, который источает их новенький дом на Механошино-31. Дабы подтвердить эту версию, Алексей Пшеничников самостоятельно заказал экспертизу, которая обнаружила в воздухе его квартиры многократное превышение ПДК по таким ядам, как бензол и стирол. Более того, Алексей протестировался на наркоту в фонде «Город без наркотиков» и прошел через детектор лжи. И все говорило за то, что он не наркоман, а дом его реально ядовитый. Алексей даже нашел соседей, которые подтвердили, что им тоже бывает плоховато в новеньком жилище. За расследование этой мутной истории взялись комитетчики, которые даже возбудили уголовное дело по 238 статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей». Начала свою проверку прокуратура. Роспотребнадзор возбудил административное дело в отношении управляющей компании. В общем, и Пшеничниковых. Их дом более 7 месяцев проверяли по всем фронтам. И судя по тем материалам, что всплывали в СМИ, у Пшеничниковых все должно было быть зашибок. Но вот расследование Следственного комитета завершилось, и стало ясно, что ни разу не зашибок. Комитетчики пришли к выводу, что ядовитый дом является не ядовитым, повторная экспертиза никакой отравы в воздухе не нашла, а значит, Пшеничниковы – наркоманы. И истинный мотив их обращения в СМИ и в силовые органы заключался в том, чтобы избежать ответственности за употребление тех препаратов, следы которых обнаружились в их крови. После такого вывода комитетчиков за Пшеничниковых снова взялись и в дельские полицейские. В отношении Алексея и Марии возбудили административное дело по 6.9 КОАП употребление наркоты без назначения врача. И вот Мария за это уже предстала пред судом. Алексею предстоит то же самое. Но не штраф и не посадка больше волнуют родителей, а тот факт, что при признании их обоих наркоманами их могут лишить родительских прав и отобрать дочку. Понятно, что Алексея и Мария сдаваться не намерены, ну, чтобы, значит, сохранить и дочь, и свое честное имя. Алексей сказал так, цитирую по 66.ro. «Возможно, сейчас нас таки официально признают наркоманами, а потом заинтересованные люди будут везде махать этими бумажками и прикрывать все то, что связано с недочетами строительства нашего ядовитого дома. А потом еще и уголовное дело заведут за причинение вреда ребенку и неисполнение родительских обязанностей. Для нас самое страшное – лишиться дочки. А все остальное мы вместе сможем преодолеть». Конец цитаты.